Из нежилого барака до сих пор валит дым, а пожарные продолжают здесь дежурить. Деревянное строение еще поливают водой. Нет покоя и соседям. Они живут в таком же бараке. Аварийный дом тоже расселяют. Но пока не все переехали в новостройку. Поэтому опасаются. Пожар может случиться и у них. Чтобы избежать неприятностей, жители дома 3 по улице Химиков дежурят по очереди. Смотрят, чтобы в бараке, откуда съехали люди, не заходили посторонние. Однако местные уверены, охранять пустые дома явно не их обязанность. Когда администрация объявила, что дом расселен полностью, тут полезли все, кому не лень. Если администрация такой шаг делает на камеру, выставляет на общее обозрение, что дом расселен, мне кажется, надо сразу либо сносить, либо что-то делать. Но не так расселили и оставили все открыто. Да и постоянно дома сидеть не будешь, за всеми не уследишь. Но в этот раз в момент пожара в бараке точно никого не было, говорят огнеборцы. Почему дом загорелся, пока неизвестно. У нас была информация, что в доме могут находиться жители, но все комнаты, которые мы проверили, факт не подтвердился. Причины пожара будут установлены. Площадь пожара составила 240 метров квадратных. Сейчас причину пожара выясняют специалисты. Как заявили в управляющей компании, сгоревший дом перестали обслуживать еще в декабре прошлого года. Все жильцы переехали в новостройку на Диносе, а коммуникации, свет, газ и воду специалисты отключили. Графика сноса ветхих зданий пока нет. В местной администрации ситуацию никак не комментируют. Тем временем в соцсетях иронизируют. Так, мол, приближают переселение.